Здравствуйте, это канал о спорте и здесь мы обсуждаем самые последние новости. Продолжаются контрольные прокаты юниоров, открывающие новый сезон. Вчера, в субботу, фигуристы исполняли произвольную программу в парном катании. В последние годы российская парная школа воспитала очень много сильных молодых дуэтов. Ведь всего за последние пару лет во взрослую мировую элиту ворвались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин, Анастасия Мишина и Александр Галямов. А этой осенью к ним присоединятся Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым и Полина Пепелева с Романом Плешковым, которые тоже прощаются с юниорским катанием. А ведь сборная, она же не резиновая, и куда собирается девать вот всю эту толпу всех этих фигуристов? Но тем не менее, кое-кто в младшей возрастной категории все же остался. И пускай на новогорские прокаты заявились только шесть дуэтов, среди них были призеры юниорских финала Гран-при и чемпионата мира в минувшего сезона, питерцы Ксения Ахантьева, Валерий Колесов и Пермики Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. А вот вице-чемпионов юношеской олимпиады Дианы Мухамедзяновой и Ильи Миронова не было. А в их арсенале имеется небывалый в истории фигурного катания набор параллельных прыжков, тройной лутц в каскаде и тройной флип. О причинах их отсутствия в Новогорске главный тренер их группы Нина Мозер рассказывала не так давно в интервью. Оказывается, после карантина ребятам только-только успели поставить новые программы, и они еще недостаточно обкатаны. Очень жаль, потому что хотелось бы поскорее увидеть свежие постановки этого великолепного дуэта. Однако вернемся ко вчерашним прокатам. Я думаю, что пары все-таки не планировали выступить так плохо, как с новыми постановками, так и с исполнением старых. Из четырех прыжковых элементов произвольной программы никто не сделал чисто больше двух. Да, и в принципе другого брака, конечно же, хватало. Там были и испорченные тодосы, и вращения, а иногда пары даже просто пропускали один элемент или несколько. В общем, меня эти выступления как-то не особо впечатлили, поэтому теперь остается считать часы до главного выступления, до одиночного катания, которое пройдет 18 и 19 августа. И тогда настанет черед Даниила Самсонова, Дарьи Усачевой, Майи Хромых. Будем надеяться, что команда Тутберидзе покажет настоящий класс. Даниила Самсонова, Дарьи Усачева, Майи Хромых. Диана 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 Самсонова, Дарьи Усачева, Майи Хромых.